Возведение нового дополнительного учебного корпуса 61-го лицея столицы начато в начале этого года. Здесь будут спортзал, столовая, актовый зал и учебные классы. Корпус рассчитан на 375 учащихся. Строительство ведется по всем стандартам качества. Поступающие даже на площадку строительные здения, конструкции, материалов подвергаются входному контролю. Входной контроль – это визуальным осмотром с производителем работ, присутствие нашего непосредственного технического надзора местного. И иногда, иной раз, присутствие даже автора проекта, производится контроль качества поступивших материалов изделий визуальным осмотром. Кроме того, проверяется отышательным образом сертификат соответствия. Затем только пускаем мы уже, как говорится, на применение. Наряду с координационной группой госстроя представители Саудовского фонда непосредственно проводят инспектирование и тестирование материалов, а также оборудование. Как только подрядчик выполняет определенный объем, он выставляет нам инвойс. Мы на основании бумаг, которые он предоставляет по объему выполненных работ, скажем, те же сертификаты, те же лабораторные тесты, которые обязан подрядчик по нормам строительства предоставить, Наш инженер уже смотрит объемы, проверяет все объемы, и только тогда он подписывает этот инвойс и отправляется дальше через Министерство финансов и Саудовский фонд развития. Напомним, все 27 образовательных объектов строятся за счет Саудовского фонда развития. Общая сумма контрактов составила почти 26 миллионов долларов. Всего по республике ведется строительство 27 объектов образования, где в разрезе областей по Чуйской области ведется строительство 7 объектов, Вожской области 6, Жалабадской 3, Баткенская область 3, Нарынская 3, Иссык-Кульская область 3 и Таласской область 2 школы. И в каждом регионе по одному их представители. Вот, например, Нарынская область и Иссык-Кульская область тоже представители Саудовского фонда развития, так называемый менеджер проекта. Они непосредственно и регулярно контролируют действия этих местных технадзоров, производителей работ и авторского надзора. На сегодняшний день, согласно графику, завершены 18 школ. Четыре объекта завершены почти наполовину. Готовность пяти школ составляет 70%. Улан Касенов, Ченгазюмагула, Фалато, 24. Улан Касенов, Ченгазюмагула, Фалато, 24.